мы войдем в этот чудесный сад я в саду у Натальи Ивановны сразу когда сходишь с крылечко здесь хвойники декоративные в течение всего года что особенно важно для парадной зоны стенка очень красиво выгодно оттеняет всегда и хвойники и растения благодаря тому что у них совершенно разные строения и цвет их можно назвать фактурными они здесь все вместе все дают такую красочную палитру круглый год здесь такая красота и значит вот это у входа хвойники и у входа на участок тоже хвойники туи когда нет совершенно листья в саду когда совершенно вид такой достаточно удручающий еще весной красок мало то хвойники делают вход в дом и вход на участок нарядными и при входе всегда должно быть что-то такое радостное например хвойники или красивый водоем кусочек 2014 году и фотографии отсюда поместили в журнале и вот эта статья про Наташеньку называется с фантазией любовью и конечно в первую очередь здесь ее водоем вот это ее фотография и вот еще одна страничка здесь целых четыре страницы про Наташу Наташин сад вернее сказать это она тогда писала нашему саду 10 лет а сейчас сколько Наташи у вас уже лет я думаю 18 но я тоже свой сад все время постоянно меняя потому что мой сад если брать туи то им уже за 20 а если брать новые уголки которые вот я патию сделала я сделала его не так давно но я тоже туда посадила растение которые быстро вырастают сад сразу меняется живет своей жизнью свою дачу приглашают Наталья Ивановна и Валерий Васильевич Иванова а вот вторая книжка тоже моя любимая дача только здесь спец выпуск водоем в саду здесь тоже самое это же статья то есть да Наташенька вас уже напечатали в двух изданий очень великолепно и здесь живут грамотно цветы этажерка такая расположена питунь и очень красиво тоже сорта смотрится конечно великолепно а слева стороны от входа туи их стригут благодаря им вот получается нарядный вход это очень важно саду объем то здесь вот такая красивая арка из растений здесь клемати с разных сортов один цвета и другой зацветает белый я такой бордовый фиолетовый и и и очень много кашпо по всему саду с летниками что создает так вносится такой романтический флёр девушки называется сорт это вот вот эти шикарные сорта это у вас из семян да нет но не все вот именно вот этот кустик это из семян вот этот понятно а там и таку поэтому и получается знаете как сейчас говорят модно букетная посадка букет так я вот он и получился прям совсем из одного не стала взяла пучок понятно пучком ну да и получилось букетная посадка не станет огромнейший горшок очень красиво вот посмотрите какой огромный горшок с элозии тоже вот по всему саду такие вообще шикарный горшок числа на огромные горшки очень красиво очень красиво очень много винограда привет наталья ивановна расскажите пожалуйста про свой участок как вам удается чтобы растение не вымокали ну в первую очередь мне вот много пишут в комментариях что вроде как бы неправильно посажены растения я отвечаю что у меня нет ландшафтного дизайна у меня просто коллекции растений я сажаю там где они могут хорошо расти вот в частности подобраны все влаголюбивые растения такие как хосты у меня их очень много гортензии вот я сейчас перешла в таше розы постоянно вымокают выкрывают а гортензия она влаголюбивая да мы все кстати помним ваши чудесные розы а сейчас я посмотрела их все таки мало они есть для линии гибриды которые не переносит увлажнение и иногда бывает суровый зима они просто вымерзают я их сажаю в горшки а уже горшки прикапываю в теплице утепляю у тросильчика набрасываю то что снега нет вот и потом выношу весной на открытый грунт сажаю в озон и так вот они мне таким образом потому что я удивилась почему лили в горшках правда больших но теперь вот понятно вот эти лили неприхотливые это старый старинный сорт это мне еще приятница дала у нее ее мама выращивала вот они растут беспроблемно размножаются я всем дарю раздаю и у меня их полно в саду им ничего не делается растение все в общем-то у вас цветут подобраны такие которые цветут с весны до осени до поздней но даже вот этот уголочек если взять вот весной посажены василисник водосбора листной два сорта сиреневый и белый это первые цветы они дают высоту красиво цветут потом они отцветают я их вырезаю на смену приходят расцветают лилии и клоксы потом клоксы причем видишь два сорта более ранние вот это позднее тут светит конец августа и сентябрь очень красивый сиреневый цвет и его сопровождают сначала белый потом переходит в розово-малиновый цвет это ванила фрайссор у вас гортензи метельчатый очень много всего в общей сложности один сортов 11 о не все цветут ну понятно но 11 охот сколько у вас сортов то что я хост тоже а ну вот считаю это небольшое количество ну во первых у меня маленький участок а потом много же всяких сортов все не посадишь потому что даже скорее всего ваш сад вот например как я могу отнести все-таки сад коллекционеров все-таки у вас много коллекционных вещей да в таких сложных условиях дренажная система есть колодец который все сливается я потом откачиваю вот здесь были затяжные дожди сгорел насос конечно на растение но вот я еще хоть обратила внимание что основной цвет у вас все-таки в саду сейчас во всяком случае такая вот фиолетово-розовая гамма которую я очень люблю сиреневая а вот скажите у вас по сезону меняются эти цвета подростка приходил ко мне на канал говорила вы любите желтый цвет у вас все цветы в желтом цвете ну я говорю это так совпало время года свела магония подобие листная она желтого цвета свели тюльпан желтого цвета свела калужница махровая она опять желтого цвета примула желтого цвета и много всяких цветов потом на смену им пришел василисник он нежно-сиреневого цвета и весь сад покрылся как сиреневое облако розовое облако и все время какие-то такие периоды цветовые вот это мне очень нравится кстати когда сад все время меняет свои цвета скажите пожалуйста про эти флуксы вот этот флукс это мне дала моя хорошая соседка по нашей улице елена георгиевна мы с ней поменялись я и свои которые ей понравились она мне он у меня цветет первый год и мне очень нравится сорт его наташа называется и мне очень приятно ну да что ваша это тезка да конечно а чем он примечательный видите у него какие пирамидальные соцветия то есть у половинные соцветия шаровидные или полосферические а у этого как колонна и вот он очень интересный цвет у него такой нежный первый год он еще молоденький поэтому он вырастет большой куст и будет красота необыкновенно а вот я смотрю у вас уже цветет и гербинник до гербинник гербинник тоже который дает фиолетовые краски саду одна блогер говорила что он агрессор вот у меня много лет одна веточка 2 и все больше он не растет потому что у вас очень много вокруг цветов они не дают разгуляться хочу сказать когда гортензия зацветает и это такой союз красивый получается на фоне нежно-салатового цвета переходящий в белой гортензии цветет вот этот гербинник это очень красиво смотрится какая метельчатая гортензия ваш шикарная сколько она метра два с половиной до где-то маленькими в горшочках питомники она у меня сейчас уже наверное растет ну лет восемь наверное ей ну я ее обрезаю всегда очень низкая а вот мои балерины любимые цветут у вас моя как-то грациозная под ветром танцующая большой я вот его связала по нему нам ветреница ой и яблоки у вас уже большие все выращенные семян это было конечно давно я не знаю может быть лет семнадцать назад из семян все вот эти туи ой и семена я в то время работала в ранжере у нас на заводе пилничево очень много ну да хвойных растений туи ножевельники и мы там собирали семена мы просушивали потом декабре и высеивали они как бы проходили небольшую стратификацию потому что у нас были холодные теплицы и в январе а то есть вы в теплицах работали у вас все-таки опыт какой-то есть 20 лет но это тяжелая очень благородная работа да конечно пришла рабочая а ученые рабочие потом не сделали бригадиром потом мастером потом старшим мастером и квалифицированный рабочий потом заканчиваю еще аранжировку японскую что-то из семян а вы говорили еще веточки черенками это из веточки да казахский на желание потом вот мастеринчик тоже пишет мы переписываемся в интернете делимся всегда вот немного пишут мне людей и я всегда отвечаю на вопросы всегда получаю благодарность ой ваш амарант конечно ах я люблю такую экзотику вносит вот смотрите их посадили сюда и вы сразу какой-то экзотика появилась правда в этой части и вот мне очень нравится как вы все-таки вход оформляли а это у вас темная это пузыреплодник пузыреплодник дьявола забил же смена же смена по два сорта а мне очень нравится что семена не так красиво смотрится очень красивый сиреневый причем темное сиреневый очень красивый кому надо смена и очень люблю настурцию просто обожаю и настурцию тоже тут я вот насажал ресурсы здесь два у вас опять это в вазах до сидит или где да да в вазоне вот я хочу сказать что у вас еще очень много вазонов конечно а так не вырастет ничего не зима сырость ничего не будет нового зона это припу это еще очень красиво вот у меня тоже есть локса они нету здесь у вас моя чем же вы его подкармливается почему такой огромный минеральное удобрение используется и в бочке тоже используется зеленые органика обязательно и золу не забывай золу потому что климатисы они подвержены грибным заболеваниям поэтому зола необходима во-первых она укрепляет и дает яркость цветения зола дает яркость цветения марганцовка зола вот этого я даже не знала и марганцовкой все цветы марганцовкой не все но вот особенно гортензию георгина очень красиво она ведь и позже других все уже отцвели но зато такие мощными соцветиями наташенька у меня к вам вопрос почему так мало мест где можно посидеть и полюбоваться с садом сидеть некогда особенно но в общем то раньше были места просто сейчас все это убралось были отведены уголочки где шашлыки мы жарили и все готовили но сейчас уже те времена прошли сидеть мне некогда гости у меня редко бывают поэтому прошу всех в дом там отдыхать были ноги себе продолжать спасибо давайте в дом посмотрите какие мне подарочки сделала наташенька это я не знаю пятиминутка до варенье малиновая вот какие шикарные баночки и посмотрите что на них написано от всей души и от чистого сердца вот такие замечательные подарки не угощает какие блюда и как красиво сделали все таки то что аранжировка вы занимались за сказывается во всем даже в этом это была первая часть фильма дорогие друзья приглашаю вас посмотреть вторую часть и я с вами прощаюсь до следующее видео до свидания